Молодой ухтинец Евгений Грох по-своему готовится к юбилею победы. В ролике интервью он попробовал увековечить рассказы земляка-ветерана о боевых буднях и напутствии молодежи. Получился монолог «Беспрекрас» про сибиряка Дмитрия Назарова. В коме он оказался после войны, был направлен сначала в Иркуту, затем освоился в Ухте, где живет и по сей день. Сегодня мы покажем некоторые фрагменты отснятой им истории. Евгений Ракин продолжит. Детство Дмитрия Яковлевича было обычным. Родился в Славгороде, на Алтае. Но почти сразу волей судьбы семья стала скитаться по стране. Сначала Омск, потом Новосибирск, потом Северный Кавказ. И тут, сразу после окончания восьмого класса, известие о войне. Узнал он об этом по пути в Москву, когда ехал к бабушке. В Москве я получил первое боевое крещение на крыше нашего пятиэтажного дома. Во время первой бомбежки Москвы немецкими бомбардирами. Далее оставаться в столице было нельзя. Началась эвакуация. И Дмитрий Яковлевич отправился обратно на Кавказ. С детства маленький Дима увлекался авиамоделированием и мечтал стать летчиком-истребителем. Но война поменяла все планы. Мы очень беспокоились, пацаны. Очень беспокоились. Не потому, что война началась. Победу нашей армии мы не сомневались. Мы беспокоились о том, что нам не достанется набить рожу фашиста. Что за нас вперед сделают наши отцы и старшие братья. Военного лиха досталось сполна. По распоряжению Госкомитета обороны в прифронтовых районах создавались истребительные батальоны. Предназначались они для борьбы с немецкими диверсантами. В этот батальон зачисляли добровольцев и тех, кто не мог попасть в действующую армию из-за юного возраста. Назаров оказался там в числе первых. Далее участие в кровопролитных боях Белоруссии и Польши за тем наступлений на Кёнигсберг. Шел январь 1945-го. Мы понесли большие потери. С трудом за первый день из нашего батальона осталось всего 27 человек живых. Вот на следующий день погибли или были ранены остальные, в том числе и я. Вот и только на девятый день после начала этого наступления, когда подошла техника, людские резервы, наступление было продолжено. После ранения Назарова отправили в Мичудинск на лечение. Выздоровев, он тут же пошел в местный военкомат с просьбой вернуться на фронт. Военком лишь ответил, мол, хватит, сынок, навоевался. Войну уже закончат и без тебя. Направили солдата в учебный танковый полк, где он сразу получил сержанта. Там он и встретил День Победы. Вы знаете, это был неописуемый день. Это было такое торжество народа, такого я больше никогда за все оставшиеся 70 лет не видел. А Родина, она всегда остается одна. Будьте достойными сыновьями и дочерьми своей Родины. Берегите ее. Помогайте ей в ее трудные минуты. И если потребуется, защищайте ее жизни своей не жалею.